Друзья, мы находимся на знаковом для автобазы мероприятии на чемпионате по неограниченному звуковому давлению, проще говоря, по автозвуку. Ну что, пошумим? Почему это чемпионат мира? В любом конце света смагания проводятся за однаковыми правилами, на однаковом обладнании и на каліброваном приладе. И все результаты выкладываются на световый сайт, и существует световый рейтинг, поэтому каждый участник, который, конечно, имеет карту участника, может видеть себя в световом рейтинге. В двух словах, суть соревнования заключается в том, чтобы измерять силу давления от звука, который производит акустическая система. Целком верно, да. На что способна акустическая система у звукового тиска? Треба витиснуть максимальное значение звукового тиска, и тот, кто витиснул больше на своем обладнании, тот и переможец. Пару слов о регламенте мероприятия. То есть приезжают ребята, и они сначала проходят квалификацию для того, чтобы быть допущенными до... Приезжают учасники потенційные на сегодня, ну, поки що потенційные, и они выбирают, ну, читаючи правила, звичайно, выбирают, в каком классе они хотели бы выступать. Они сами выбирают, или вы определите, как хотите выступать? Они, ну, сначала выбирают, в каком классе они хотели бы выступать. Потом машину судят в суде, то есть они дивляться, чи відповидают она выбранному классу. После суддейства машины распределяются по классу. Часник может відмовиться, звичайно, но ответственность классу визначается суддями. После визначения ответственности классу проводится квалификация. Машины парами заезжают в зону замеру, и они мают показать, что они могут видать цей результат, на который они приблизно рассчитывают, из той потужностью системы, не звуковой, а потужностью системы, которую можно померить, який сигнал и дезпецилювача, якою потужностью. Мы не знаем еще сегодняшних победителей. Назовите ваших фейдеров. Дело в том, что победитель в топ-доге и в басрейсе может визначитаться только в топ-доге и басрейсе. Только после, только в самый финал. Это наинтриговые соревнования. Они держат интригу до самого-самого-самого конца. Андрей, спасибо вам большое. Мы будем дальше следить за соревнованиями и ждем победителей. Доброе. Дякую вам. Привет, как все зовут? Привет, Витя. Ты откуда приехал? В Чернівске. Скажи, пожалуйста, сколько в твоей машине динамиков? Ну, в дверях 12, в іншій 12 и в багажнику 2. Ты уже съезжал? Конечно. Какие результаты? 150,9. Но это сооружение в 5 кВт, то это не максимальный результат. Максимальный 153,2. Который раз ты участвуешь в соревнованиях? Четвертий рік, подряд, почти каждые соревнования. Четвертий год? Да. Какие места уже занимал? Первый, второй, третий. Ну, как когда? Ну, в основном, первый и второй. Сколько вот это все тебе обошлось? Честно, это очень больное вопрос. Ну, в районе 8 тысяч долларов. Это за какой год? За один или за... Нет, это за все годы. Производители, кого ты выбираешь для себя? Ну, в основном, это Дифбонс и Ультимейт Аудио. И Динамик Втейт. У меня все разных фирм. То есть, не фабричный продукт, а кассовная сборка, ты сам выбираешь? Да, да, да. Одни комплектующие одной фирмы, інши, інши. Какие у тебя фишечки есть? Ну, в плане. Ну, фейр-треки есть, то есть волосы летают. Накопитель, конденсатор есть? Нет, конденсатора нет, это уже прошлый век. Просто должен быть нормальный генератор и нормальные аккумуляторы сучасные. Ты проигрываешь свой сабвуфер перед началом соревнований? Нет, нет, не надо их прогревать. Не нужно? Их, наоборот, надо, чтобы они были холодные и аккумуляторы заряжены. Ты следишь за новинками в автозвуке? Ну, конечно. Ну, стараюсь следовать, но это не всегда по финансам, возможно. Ну, и за сайт кількости динамиков, например, у меня в дверце их 8, чтобы их поменять, это очень затратно. Если бы их было 3, то можно менять хоть каждого сезона. Ну, окей, как бывает с айфонами. Ты покупаешь новую какую-то фишку, которая появляется на рынке новинку, при том, что у тебя все исправно, все работает. Ты все равно меняешь новое на новое. Да, конечно. Стараюсь. Это мощно. Скажи, пожалуйста, что обычно люди говорят, когда вот они вот это все, ты вот подъезжаешь, открываешь дверь, и люди видят вот это. Ну, первая реакция, вау. Вау. Да. Дальше что? А когда я езжу по месту и включаю музыку, то кто-то показывает вот так, кто-то вот так. То есть разные реакции. Ты когда-нибудь вообще включал свою акустику на полную мощность просто так для себя? Ну, конечно. Я по месту всегда так катаюсь. То есть полностью на... Ну, на 80% десь. И как это? Гибрирует все? Все нормально, я уже звук. Мне говорили, что при мощности свыше 150 дБ это уже есть угроза жизни человека. Ну, возможно, но еще никто не помер. В твоей машине еще не было жертв? Нет, конечно. Спасибо большое. Мы желаем всем удачи. Вы звезда сегодняшнего мероприятия. Чему? 15-летний чемпионат по автозвуку. Это разве не причина? Ну, нет. Откуда у вас такое увлечение? Ведицина. Вы следите за новинками автозвука? Ну, от Киляя может святкувать, как я не бываю в магазине автобаза. Как бы я частейше покупал, может, что-то знал про новенькие. А так, у меня такой старый сабвуфер, который работает, работает и не выходит задом. Дигитал дизайн, американский, чистый американец, made in USA. Три разы уже ремонтировался, мае выглядят как новый. Мне сказали, у вас какая-то необычная ситуация с аккумулятором. Якобы у всех огромный, у вас маленький аккумулятор, который, тем не менее, хватает его мощности для того, чтобы скачать вот это сабвуфер. Сам и так, он может выдать 4,5 кВт в систему. Покажите, где это? А он захованный в штатном месте. Пошли смотреться. Пойдем. Где же аккумулятор? Это саморобный аккумулятор. В нем есть, если взглянуть камерами, 6 литий-титанатовых аккумуляторов. И он выдаёт 1500 стартового струма. Например, таким струмом можно раскрутить, скажем, дизель на 1000 кВт. Хотел бы вас спросить, как вы относитесь к конденсаторам, накопителям, которые устанавливают для усиления, для повышения мощи? Конденсатор в автозвуке, это как у телеги, пятый класс. А назовите марки лидеры для вас на рынке? На большом месте, с точки зрения sound quality, Brax. Но это очень дорого. Справжные бренды, можно сказать. Для сабвуферного звена SQ Image Dynamics. Для SQ Digital Design серии 2,5 дюйма катушка и ниже. Rockford Fossgate, как-то не странно. Для меня сейчас это звучит, как на китайском, профессионалы, я думаю, поймут и оценят. Для акустики, скажем, там Dino Audio, Dino Audio безумовно. А, Morrel, Morrel безумовно. Morrel это акустика, которая на все времена DLS непоганая акустика. Какие машины рождены для апгрейда автозвука? Для SPL это маленькие машинки. А для SQ это машинки, которые имеют панорамную симметрию центральной панели. Чем больше панорамность, тем лучше с ней працювать. Легче. И еще спорный такой вопрос к вам. Нужно ли разыгрывать сабвуфер перед началом соревнований? В каждой системе по-разному. Это зависит и от короба, и от добротности сабвуфера. Тут нет рецептов. Иногда и сразу лупасят краще, иногда нужно разыгрывать. Тут нет рецептов. Есть сегодня участники вашего уровня? У нас две машины. Десятку найкращих в Европе по результатам. Ходят тебе дырек. Это моя машинка в своей категории. И панда из черни. Спасибо, Михаил. Мы желаем вам удачи. Меноприятие проходит на территории самого крупного гипермаркета автотоваров в Европе. Автобазы, которые находятся на третьем километре трассы Нив-Одессы. Помимо автозвука в нашем магазине можно приобрести множество различных товаров для своего автомобиля. 10 часов соревнований позади. Мы наконец-то можем познакомиться с победителем. У тебя сразу 4 категории призовых. Какие? Топ-дог, децибел баттл, супер стрит-х, это надавление, и фронт-эйф. Научи нас, расскажи, как выиграть такое соревнование по автозвуку. Как выиграть? Это надо много труда. Это человек, который собирал, Евгений Барабаш, который собирал эту машину. И владелец автомобиля Рухлан-Красовский, который является владельцем автомобиля. Это очень много труда и очень много денег, трудозатрат и прочее вложено сюда. От каких производителей у тебя стоит? Все динамик стейт, все монобренд динамик стейта. Это, можно сказать, мы представители этой фирмы, это вот динамик стейт. Ты рад победе, скажи? Конечно, конечно, рад. С каким результатом ты выиграл сегодня? По давлению 160,6 децибел. На данный момент является рекордом Украины именно в этом классе. Мировой рекорд какой в этом классе? Честно, даже не знаю, наверное, около 180. Не знаю, честно. Но это мировую турнирную таблицу надо смотреть, честно. Сам не знаю. Как нужно прокачать эту тачку еще, чтобы она теперь 170, 180 децибел? Машина уже готова. Больше с нее, в принципе, нельзя сделать. Но мы можем потерять в том, что это будет не повседнев. Это будет машина чисто на выстрел, музыку в ней не послушать. А сейчас машина, которая стабильная, это, можно сказать, вечность. Она играет всегда. И целый день может играть без перерыва. Но жертвует давлением, можно так сказать. Жертвует целелами. Окей, спасибо тебе большое. Мы поздравляем тебя с победой. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok